В Центральной библиотеке Кировского района Санкт-Петербурга 21 мая было оживленно. Вели дискуссии, читали отрывки из рассказов и показывали слайды. Все это в честь 110-летия со дня рождения Михаила Шолохова. И это не случайно. Ведь именно его имя с 1983 года носит эта библиотека на улице Лёни Голикова. Снится Мишке, будто дед слезал в саду, торопей мишу и вишневых вырастил. Идет к нему, вырастил и мажет, а так строго говорит. А ну, иди сюда, Михаила Фомич, я тебе полосну по тем местам, а такие ноги растут. За что, дедуня? А за то, что ты в курятнике, у чубатой курицы все яйца покрал, на карусели отнес, прокатал. Сегодня открылась литературная экспозиция. Приурочено это событие к памятной дате. На ней собраны материалы с театральных постановок и опер о писателе, фильмография, документы, фотографии и сами книги. Одну из них подарила сотрудница библиотеки. Эта книга станет, пожалуй, одним из самых ценных экспонатов. Ведь когда-то для отца Людмилы Анзоль на ней расписался сам Шолохов. Я думаю, что это будет память не только Шолохову, но и плюс моему отцу, которого уже сейчас нет. Кроме всего вышеперечисленного, здесь можно увидеть и портрет писателя. Сподвигло желание дирекции библиотеки иметь этот портрет. Поэтому они мне его и заказали. Но творчество Шолохова, естественно, оно близко людям моего поколения. На открытие пришли сами сотрудники библиотеки и читатели. По признанию работников Музея знаний, книги Михаила Шолохова всегда были здесь популярны. У библиотекарей есть такой секрет. Если книга вся учитана, листочки выдраны какие-то, пометки сделаны, даже некоторых листков не хватает. И невозможно ее вот так вот красиво на выставку поставить, потому что она вся замусолена. Значит, книга читается. Скажу честно, что читатель после преклонного возраста, они читают все тома Шолохова. То есть, первый, второй там поднятой целины, первый, второй дом, третий, четвертый Тихого Дона. Школьники, они читают чаще всего первые два тома. Выставка будет постоянно располагаться в читальном зале библиотеки, а количество экспонатов планируется постоянно приумножать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова